Здравствуйте, с вами вновь Александр и сегодня я хочу показать и рассказать вам о колясочке американского бренда Аппо Бэйби, модель называется Круз. Что же представляет из себя коляска Аппо Бэйби Круз? Она предназначена для детей от 3 месяцев до 5 лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 22,5 кг. Но также в этой коляске есть возможность докупить отдельно спальный блок, для того, чтобы вы могли эксплуатировать ее с новорожденным ребенком. И также отдельно приобретаются, к сожалению, адаптеры для того, чтобы вы могли установить сюда люльки, автолюльки, таких производителей, как Сайбокс, Максикози и Киди. Что касается непосредственно самой коляски Аппо Бэйби Круз. Что в ней больше всего нравится мне? У нее, в отличие от других прогулочных колясок, очень интересный и необычный капюшон. Она очень хорошо подходит для летнего времени года. Для этого здесь, ну и так уже видно, что козырек большой. Но здесь есть особенная фишечка. Дополнительно вы можете увеличить капюшон до огромных размеров с помощью вот этой вкладки. Эта вкладка, кстати, сделана из солнцеотражающего материала. Он как легко достается, так же легко и убирается. Еще для того, чтобы родители могли наблюдать за своим ребенком, на капюшоне есть отверстие с москитной сеткой, через которое хорошо видно ребенка. И крышечка на это окошечко крепится с помощью магнитов. Не липучки, не кнопки, а просто магниты. Бросили и все, все хорошо и так держится. Так, что касается ручки. Механизм регулировки этой ручки мне нравится больше всего, потому что особенно это будет для высоких людей. Когда вы регулируете ручку по высоте, она отодвигается дальше от коляски, тем самым увеличивая вашу длину шага. Вы не будете стукаться обувью о коляску. Это очень хорошо. Хорошо. Так, что касается непосредственно прогулочного самого блока. Он выполнен в таком нестандартном немножко стиле. Тип его немножко нестандартный, потому что он как гамак. Когда мы ее наклоняем, здесь не образуется полностью горизонтальная поверхность, а есть небольшое углубление. Поэтому здесь нельзя возить детей с рождения, а только от трех месяцев. И регулировка по наклону осуществляется простым движением. Здесь сзади есть рычажочек. Мы его оттягиваем, опускаем вниз. Здесь три положения. Среднее, полностью лежачее и максимально поднято. Для ножек здесь предусмотрена специальная регулировка подножки. По краям есть две кнопки. Нажимаем одновременно и поднимаем одно положение. И есть еще вот такое положение. Чтобы опустить, нужно тоже нажать кнопки. Сама ткань, из чего сделан прогулочный блок, это очень износостойкая ткань и достаточно приятная на ощупь. Ребенка не будет она раздражать никаким образом. И что касается безопасности, ребенок крепится стандартными пятиточечными ремнями. Вот они, в общем, как и везде. С специальными мягкими накладками на плечевую зону ребенка, чтобы не травмировать плечи ребенка. И сам блок, что еще очень, на мой взгляд, хорошо. Вы можете его поставить как по ходу движения, так и против хода движения. Для маленького ребенка это будет очень даже актуально. Мама сможет спокойно смотреть на малыша, как и он будет смотреть на маму. Одним движением все это делается. Ставлю обратно. Так, что касается шасси в этой коляске. Шасси металлическое. Очень так добротно и крепко сделано. Видно, что все так надолго и качественно. На шасси установлены четыре колеса. Они сделаны из резины. Никогда не проколете вы их, и они очень износостойкие. Передние колеса, они, как вы видите, поворотные. Но если будет плохая поверхность, неровная, вы можете спокойно их заблокировать. Вот таким образом. И преодолевать плохую поверхность. Разблокируется. Также обратно отжимаем. Собственно, все. И вы уже наверняка обратили внимание на этот огромный багажный отсек. Такого отсека уж я точно нигде не видел. Он очень большой. Можно даже в магазин сходить за покупками спокойно. В нем еще, я вам покажу, здесь будет видно, есть дополнительные еще кармашечки для каких-нибудь мелких аксессуаров. Что касается складывания шасси. На шасси есть две вот такие кнопочки. Они одинаковые с двух сторон. Отжимаем их на себя. И спокойно складываем. Вот так это выглядит. Конструкция достаточно компактная. Для того, чтобы самопроизвольно не разложилось, с одной из сторон есть вот такой крючок. Он блокирует всю конструкцию, не дает ей разложиться. Чтобы раскрыть, соответственно, этот крючок отжимаем. Все. Ставим коляску обратно. И что касается амортизации этого шасси. Сейчас я вам покажу. Здесь установлены два амортизатора. Здесь и здесь. Сейчас будет наглядно видно, как они работают. Поэтому плавность хода этой коляски очень даже неплохая. Не на всяких колясках есть такая плавность хода. И что мне очень сильно нравится, как реально я люблю, система тормоза в этой коляске самая правильная. Мы нажимаем. Она остановилась. А чтобы она поехала, не нужно отжимать обратной стороной обуви. Нажимаем вторую педальку сверху. Все. Она поехала. Поэтому обувь всегда будет вашей целой. И, кстати, еще про прогулочный блок я вам не сразу сказал. Капюшон. У него есть возможность регулировки. Очень простым движением. Подняли. Нужно опустили. Поэтому ребенок растет. Поднимаем вверх капюшон. И еще для безопасности есть возможность докупить отдельно бампер. Бампер-столик. К сожалению, в комплекте их нет. Но в комплектацию с этой коляской входит москитная сетка и дождевик. Дождевик оригинальный, поэтому сядет он на нее плотно и хорошо. И это все, что я хотел рассказать вам про коляску Аппо Бэйби Круз. И давайте я вам сейчас скажу свое мнение. Что понравилось мне больше всего. Как я уже говорил, больше всего мне понравился козырек, у которого есть возможность увеличить его и дополнительно защитить ребенка. Ручка регулируемая, которая не даст вам цеплять ногами коляску. Стоп, который не будет портить вам ноги. Дополнительная амортизация. Хорошее прочное шасси. И очень прочное, хорошо сделано колеса резиновые, которые имеют большой ресурс. Очень большой багажный отсек. И в целом, очень красивый дизайн у коляски. И большой ассортимент расцветок. И, собственно, это все. И я хочу поблагодарить магазин Первая коляска за любезно предоставленную коляску для нашего обзора. Ну, а с вами был Александр. Всего вам доброго. Пока.